МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учитель управления Росреестра по Белгородской области. Поговорим о временных земельных участках. С 1 марта их статус сменят на архивные. Что это значит и, главное, чем чревато для собственников. Об этом в конце выпуска также вы увидите. Если мы говорим о школе, школа – это 11 лет, где находится ребенок. Капитальный ремонт фасадов учебных заведений региона. На чем должен быть сделан акцент? Наша общество не может развиваться таким образом, когда мы формируем Иванов, не помнящих родства. Представительство российского исторического общества в регионе. Каковы ближайшие планы? Ты ко мне обратилась бабушка, попросила ей помочь. Будни сотрудников транспортной полиции. Часто ли бывают внештатные ситуации? В художественном музее обратилась семья художникова. Возвращение мастера. Чем уникальна выставка в Старомосколе? Начнем выпуск с информации о коронавирусе. Инфицированных за сутки более 1200 человек. Выздоровевших 504. К сожалению, болезнь унесла жизни еще двух белгородцев. Несмотря на усталость, врачи непрерывно ведут борьбу с вирусом. 1577 пациентов находятся в стационарах области. Из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Что касается вакцинации, за сутки на прививку записались более 400 человек. Полный цикл иммунизации завершили почти 983 тысячи наших земляков. Ревакцинировались 289 тысяч. В инфекционном центре в Терновке приступили к установке рентгенаппарата. На следующую неделю планируют монтаж спирально-компьютерного томографа. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения региона Андрей Конников. Строительные работы еще идут, но в тех лепестках, лучах строительных, где оборудование тяжелое, уже все помещения подготовлены под сборку оборудования. Вот рентгенаппарат начали с сегодняшнего дня сборку. И с 22 февраля начнутся сборка СКТ. Мебель уже завозится и собирается в тех лепестках, которые уже передают для начала этих работ. Также Андрей Конников отметил, что ситуация с заболеваемостью медицинских работников улучшается. Порядка в среднем 7 дней и сотрудники возвращаются на работу. Что касается именно этой недели, то количество сотрудников, находящихся на больничном листе, стало меньше. В микрорайоне Новосадовой 41 Белгородского района появится новый жилой квартал. Там построят 13 домов, рассчитанных почти на 2500 квартир. Проект одобрили на заседании архитектурно-градостроительного совета, который провел губернатор Вячеслав Гладков. Также рассмотрели дизайн проекта капитального ремонта фасадов сразу нескольких школ областного центра, лицея номер 9 и детского сада номер 63. Обсудили планы по ремонту Шейнской школы Карачанского района. Во всех случаях вместо типовых проектов свои уникальные решения с учетом окружающих условий и, конечно, истории. Как отметил Вячеслав Гладков, важно прислушиваться не только к педагогам, но и к родительскому сообществу. Хороший облик учебного заведения – это большой вклад в развитие личности. Если мы говорим о школе, школа – это 11 лет, где находится ребенок. Это тот период формирования, мы получаем после выхода из школ взрослого человека. Кроме того, на заседании рассмотрели проекты капитального ремонта фасадов Нежигальского сельского дома культуры Шебекинского округа и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в селе Веселая Лопань Белгородского района. Проекты были одобрены архитектурно-градостроительным советом. От императорских времен до наших дней в Белгородской области открыли представительство Российского исторического общества. Оно объединяет археологов, реконструкторов, ученых, поисковиков, краеведов, работников музеев и архивов практически со всей страны. Организация была воссоздана 10 лет назад в традициях дореволюционного императорского исторического общества, которое просуществовало полвека. Ну и тогда и сейчас его главная задача сохранить национальную память и не допустить подмены фактов. В стране уже открыли порядка 60 представительств общества, в том числе теперь и в нашей области. В работе учредительного заседания Белгородского отделения принял участие председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Какие темы обсуждали, расскажет Наталья Войтенко. Белгородский госуниверситет, которому почти полтора века, принимает делегацию Российского исторического общества. Его представительство будет работать на базе вуза, который заслуженно считается центром исторических исследований в регионе. Инициатором открытия отделения РИО при БелГУ стал сенатор Николай Рыжков. Из-за эпидситуации знаменитый госдеятель приехать на учредительное заседание лично не смог, но свои предложения отправил через помощника. По мнению Николая Ивановича, под руководством Полухина Олега Николаевича региональное отделение РИО будет работоспособной и весьма авторитетной организацией. Приняв руководство, Олег Полухин выступил с инициативой начать совместную работу с празднования знаменательной даты. В этом году наш регион отмечает 295 лет со дня образования Белгородской губернии. Чтобы сохранить это событие в памяти будущих поколений, председатель регионального отделения предложил установить рядом с главным кампусом университета скульптуру, гордость и слава земли Белгородской. Ректор ВУЗа отмечает, все для того, чтобы повысить уровень исторических знаний молодежи. Наше общество не может развиваться таким образом, когда мы формируем Иванов, не помнящих родства, не знающих своей истории. И тем самым мы формируем не российских граждан, а граждан непонятного государства, для которых завтра будет недорого ни наша история, а вместе с этим ни наше само существование. Отсюда еще один важный вопрос, который обсудили на заседании. Развитие высшего исторического образования. Начнут с Белгородского госуниверситета. Как кузницы, таких кадров для вузов и школ. Сейчас на историко-филологическом факультете учатся более тысячи студентов. Там уже готовят собственный образовательный стандарт, который в том числе касается и непрофильных специальностей. Мы сейчас активно в этом участвуем, формируем учебник специальный с целью расширить и количество курсов истории, преподаваемых на первом-втором курсе для неисторических специальностей. И, конечно же, обращаем внимание на качество с упором на регионоведение, изучение региональной истории прежде всего. Поддержка краеведческого движения, изучение истории родного края в школах. В обсуждении планов белгородского отделения РИО приняли участие специалисты разных направлений. Их объединяет желание сохранить нашу историю и защитить ее от фальсификации. Так начальник управления архивами области Павел Субботин отметил, эта площадка может стать неким экспертным советом, куда в том числе смогут обратиться за консультацией органы власти и общественной организации, чтобы избежать исторических ошибок. Мы знаем случаи, когда сначала устанавливается какой-то памятник, потом выявляется, что все на нем не так. Либо придумывается какой-то праздник, потом выясняется, что поторопились. Вот чтобы не происходило таких досадных недоразумений, наверное, необходима какая-то экспертная площадка, к которой бы действительно могли и знали, к кому обратиться. Председатель правления Рео Константин Могилевский подчеркнул, действительно, общество может быть своего рода одним окном в решении исторических вопросов. В целом же для научного сообщества это новая коммуникационная площадка для обмена опытом, а также продвижения проектов на федеральном уровне. Я, конечно, рассчитываю, что такое объединение историков на площадке замечательного Белгородского исследовательского университета, оно даст импульс и исследовательской работе, и, конечно, историко-просветительской работе в Белгородской области. Узнать о том, как вступить в Рео и подать заявку, можно на официальном сайте организации. Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Жители Белгородской области могут повлиять на решения руководителей региональных министерств, департаментов и государственных учреждений. Для этого нужно войти в состав общественных советов. По каждому профилю открыт конкурс до 21 февраля включительно. К участию приглашают белгородцев от 18 лет. Кандидатам необходимо рассказать о себе, доказать важность их мнения в том или ином направлении. Обо всех нюансах можно узнать на сайтах министерств, департаментов и государственных учреждений региона. Там же оформляется заявка. На интернет-ресурсах должны быть анкеты. А если их найти не получится, то поможет общественная палата Белгородской области. Ее председатель Надежда Рожкова отметила, что по номеру 314801 заинтересованных кандидатов проконсультируют, как войти в состав советов. Будут учитывать профессиональные способности, знания, а самое главное – активность и желание помочь. Орган исполнительной власти сам заинтересован в том, чтобы в его состав вошли люди, неравнодушные к его деятельности. Да, это контроль. Да, это возможность увидеть, скажем так, как работают органы исполнительной власти. Но это и возможность населению через общественные советы все-таки давать какие-то направления деятельности. Стоит задача улучшить качество жизни наших белгородцев и сделать так, чтобы любая услуга, которая будет предоставлена любым учреждениям, она была направлена на то, чтобы это было сделано с минимальными для человека, обратившиеся в это учреждение, усилиями. С 1 марта наружные вывески в областном центре будут действовать 5 лет. Дизайн-проект рекламной конструкции должен быть согласован в соответствии с правилами благоустройства города. Такие изменения утвердили депутаты Горсовета Белгорода. Это сделано, чтобы сохранить единообразный облик урбанистической среды. Это касается в основном сейчас новых вывесок, потому что норма закона распространяется с момента принятия. Соответственно, новая вывеска, дизайн-проект направляется в архитектуру. Если не согласовывают, то дорабатывают. Если согласовывают, 5 лет его никто не имеет права трогать. Мы очень ушли вперед. Если видите по городу, даже сравнивая с соседними регионами, у нас с вывесками достаточно хорошая ситуация. Вывески не уродуют образ города. Добавим, если за 5 лет правила благоустройства не меняются, то срок действия рекламной вывески автоматически продлевает. Сегодня в России празднуют День транспортной полиции. Профессиональный праздник работников подразделений, которые контролируют порядок в поездах и самолетах, на железнодорожных вокзалах и аэропортах. О буднях сотрудников и о том, какие качества важны в их работе, Екатерина Ковалева. Белгородский железнодорожный вокзал. Здесь ежедневно проходят десятки поездов и электричек. Пассажиропоток в неделю более 40 тысяч человек. За безопасность каждого отвечают сотрудники транспортной полиции. Спасибо. Все хорошо. Счастливого пути вам. Для них важно, чтобы люди чувствовали не дискомфорт, а заботу, будь то проверка документов или раскрытие преступления. Штатная или внештатная ситуация. А такие бывают часто. Заступил я в ночную смену. Работали, как обычно, проверяли документы. Ко мне обратилась бабушка. Попросила ей помочь, как бы хотя бы как-то находиться на вокзале. Она была полностью слепая. Набрала старушка до Белгорода из Украины на такси, рассказывает сержант полиции Андрей Горелов. Приехала снять пенсию. Там российская платежная система недействительна. Всю ночь дежурные сотрудники находились с ней рядом. Покидать место службы было нельзя. Наутро за помощью обратились к начальнику вокзала. Она выделила своего заместителя, чтобы он отвел ее в банк. Там ей помогли. Мы за этим наблюдали, контролировали. Бабушку жалко было. Вот представьте, допустим, вам или мне 97 лет и вокруг темнота. И вы едете в другую страну просто, чтобы снять пенсию, чтобы было на что жить. Помогли бабушке добраться и обратно домой. Внимание к каждому важный принцип работы. Пусть это, к примеру, просто помощь с тяжелой сумкой, зато сколько положительных эмоций. Мы должны помогать друг другу. А полиция тем более. Женщинам молодым, у которых тяжелые чемоданы. Но быть хорошим человеком – это лишь малая часть их службы. Посмотри, наверху нигде ничего нет. Сотрудники обследуют транспорт перед поездкой и после нее. Ищут предметы, которые могут представлять опасность или просто утеряны. А если вещи украли, полицейские соберут необходимую информацию, чтобы разыскать виновного. Одно из последних преступлений – кража телефона. Раскрыли дело за несколько часов. На взятие объяснения у очевидцев понадобилось не более получаса. Был составлен фоторобот. И в ходе оперативно-развестных мероприятий установленный гражданин был обнаружен в кассовом зале ЖД вокзала. Телефон был возвращен заявительнице. А гражданин был задержан. В самом вокзале чаще стражи порядка задерживают любителей выпителей, хавов и депоширов. Казалось бы, дело не женское, но у дежурного Софии Тюрины на этот счет свое мнение. Больший день должен пройти без происшествий, без каких-либо преступлений в первую очередь, чтобы ничего не случилось, чтобы никто не пострадал. Потому что тут только работает профессионализм и твои качества именно как сотрудника. То есть наоборот, никто никогда не посмотрит, что ты девушка. Ежедневно транспортная полиция обеспечивает безопасность пассажиров не только на железнодорожных вокзалах и в поездах, но и в аэропорте и на воздушном судне. Они всегда рядом. Раскрывают преступления, связанные не только с хищением багажа, но и работой, например, контрабандистов. Сравнительная статистика 2020-2021 годов говорит сама за себя. Объем, так сказать, распрытых преступлений, то есть направленный суд на 50% больше преступлений. Показатели говорят о том, что коллектив Белгородского линейного отдела стабильный, знает свои задачи, знает криминогенную обстановку. Результат невозможен без опыта. А за него новое поколение транспортных полицейских благодарит ветеранов службы. Каждый год в профессиональный праздник они поздравляют тех, кто всю жизнь работал в органах внутренних дел, стал для них примером и научил главному. Даже выполняя должностные инструкции, полицейский всегда должен оставаться человеком. Екатерина Ковалева, Андрей Андрейко. Такой день на Мире Белогурья. Продолжаем. Военная история нашей страны полна памятных дат. И одна из них 29 февраля. В этот день, 22 года назад, в ходе второй чеченской кампании, наши солдаты героически держали оборону у высоты 776. Но почти из сотни бойцов в живых остались единицы. В память о 6-й роте в Ивнянском районе уже во второй раз провели межрегиональную патриотическую акцию «Героями не рождаются». Наша съемочная группа невольно приняла участие в 4-х километровом маржеброске по пересеченной местности. Что из этого вышло, расскажет Глеб Дудкин. Участники второй межрегиональной военно-патриотической спортивной акции точно знают «Героями не рождаются». Воспитанники семи патриотических клубов собрались здесь в память о 6-й роте 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ. Ее бойцы во вторую чеченскую вступили в неравную спадку с противником. Из 90 бойцов в живых остались всего шестеро. Быстрее возвращаемся. Здесь всего 8 этапов. Метание гранаты, 10 метров расстояние. Попали в палатку, значит засчитали балуем. Кто не попал, значит теряется время. Это маятник, то есть натянута веревка, и нужно с одного берега перебраться на другой. Поднимай, 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 пошел. Добери, отдай, отдай. Держи, здорово. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Одно из заданий – доставить раненого бойца на гору. Задачу осложняет мокрый слег и слякоть. Но, судя по всему, проблем это не вызывает. Хотя, как посмотреть. Четвертый этап – это история. Вопросы, касающиеся только шестой роты. Когда это происходило, в каком году, сколько длилось. Один террорист. Дальше. Они должны разжечь костер, растопить снег. Главная сложность в том, что нельзя использовать ни спички, ни зажигалок. Единственное, что в помощь ребятам – кремень и кусочек металла, что входит в базовый набор любого бойца. Давай, давай, давай еще. Для меня полоса препятствия была не очень сложная, потому что не первый раз прохожу, да и лет, можно сказать, наизуезная. Ну, занимаюсь я уже, как бы, лет шесть, планирую пойти в ВДВ. А вот ребята новые команды, они, да, первый раз здесь бегают, там им сложно бывает, не могут сориентироваться, ну и без карт как бы. Самым сложным оказались не испытания, а движения по пересеченной местности. Дистанция 4 километра. Особые трудности это вызвало, конечно, в первую очередь у нас, журналистов. Ну, акция эта проводится для того, чтобы наше нынешнее поколение, наша молодежь узнали историю не только наших дедов, прадедов, ну и ребят, которые сражались за Россию, стояли до последнего, знали, что такое честь, достоинство и отвага. Я считаю, это правильно, потому что все мы должны знать нашу историю, наших великих людей, которые отдавали свои жизни за мирное небо. Мы чтим их память и все помним этот подвиг. Глеб Дудкин, Денис Копач. Такой день на мире Белогория. В Старооскольском художественном музее проходит выставка, посвященная памяти мастера-иллюстратора, живописцу и графика Владимира Черникина. В экспозиции архивные материалы семьи художника и фонда музея. О направлениях, в которых при жизни работал автор, расскажет Елизавета Лебедева. Интригующее название «Возвращение мастера». Экспозицию оценят, пожалуй, не только поклонники творчества Владимира Черникина. Эта выставка в том числе для тех, кто давно хотел приобщиться к искусству, но не знал, с чего начать. В художественном музее обратилась семья художника с целью провести выставку памяти в городе, которому Владимир Петрович Черникин отдал 20 лет своей жизни. Долгое время он был главным художником Старого Оскола, руководил монументальными мастерскими, затем работал в Белгородском художественном фонде. Основную экспозицию составили произведения из собрания семьи художника. И как дополнение это те произведения, которые хранятся в собрании музея. Художник увлекался многими направлениями. В его живописи встречается, например, сюрреализм, в котором композиции сочетают привычные вещи с миром снов и фантазий, рождают новые формы и смыслы. В некоторых картинах прослеживаются признаки супрематизма. Изображение выстроено с помощью простейших геометрических фигур. Наряду с изобразительным искусством художник достиг больших успехов в печатной графике. В постоянной экспозиции «Абрез истории» представлены оригинальные оттиски. Это афорты, выполненные Владимиром Петровичем. Это автопортрет, фронтовые дороги, композиция. Их передал фонд музея. Давний друг художественного музея. И журналист, который дружил с автором рисунков. К сожалению, он не так давно ушел из жизни. Владимир Железников. Особенно ценными считают афорты с датировкой и подписью художника. Владимир Черникин довольно успешно сотрудничал с центрально-черноземным калининградским свертловским издательствами и даже с московским современником. Большинство людей воспринимают окружающий мир преимущественно посредством зрения. Поэтому иллюстратором можно назвать соавтором произведения. Ведь частично смысл прочитанного воспроизводит именно его изображение. Всего насчитывают более 20 книг известных авторов, проиллюстрированных Владимиром Черникиным. В их числе всем известные «Мастеры Маргарита» или же «Приключения обороны Мюнхгаузена». Узнать подробнее о жизни мастера и познакомиться с его работами в Старооскольском художественном музее можно до 13 марта. Елизавета Лебедева, Никита Дереглазов. Такой день на мире Белогорья. А теперь новость для любителей спорта. В эту субботу, 19 февраля, в Пекине пройдет мужской лыжный марафон свободным стилем. В областном центре решили поддержать наших олимпийцев и провести свой забег. В социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что завтра с 9 утра на лыжероллерной трассе «Олимпия» белгородцы смогут пробежать дистанцию одновременно с российским спортсменом Александром Большуновым. На трассе установят экран с прямой трансляцией из Пекина и таймер с текущим временем гонки. К участию приглашают всех желающих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня это Юлия Яцинишина, заместитель руководителя управления Росрегистра по Белгородской области. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вызвана эта мера? Законом о регистрации недвижимости, который вступил в силу 1 января 2017 года, предусмотрены переходные положения, которые позволяют владельцам земельных участков со статусом «временный» до 1 марта текущего года завершить процедуру оформления своих прав на земельные участки, если ранее в отношении таких участков был осуществлен только кадастровый учет. Сколько вообще в Белгородской области зарегистрированных участков и все ли владельцы добросовестно регистрируют их? На настоящий момент в едином реестре недвижимости общее количество земельных участков со статусом «временный» более 13 тысяч. Есть, конечно, так скажем, молчуны, которые, имея на руках документы, не обращаются в органы регистрации прав за оформлением. Вот чем отличается «временный» статус от «архивного» и чем чреват этот переход из «временного» в «архивный» статус? Архивный статус присваивается объектам недвижимости, которые снимаются с кадастрового учета. Но присвоение вот этого статуса архивного, он абсолютно не означает то, что владелец не может заново сформировать свой земельный участок в прежних границах с имеющимися характеристиками. Но вот чтобы сэкономить денежные средства, которые необходимо будет потратить на кадастровые работы при образовании такого земельного участка и сохранить уже внесенные ранее в единый реестр недвижимости сведения о земельном участке, необходимо до 1 марта текущего года обратиться в орган регистрации прав с заявлением о регистрации своего права, приложив правоустанавливающий документ на земельный участок. Вот участок переходит в статус архивный, это значит, что сведения о нем исчезают? Нет, сведения об архивном объекте не исчезают, их можно просмотреть, единственное, таким объектам нельзя будет распоряжаться, то есть подарить либо продать. Как узнать статус своего земельного участка в ЕГРН? Расскажите, пожалуйста. Это просто. Достаточно запросить выписку из единого реестра недвижимости об объекте недвижимости через официальный сайт Росреестра, либо кадастровую палату, либо через портал государственных или муниципальных услуг, можно также запросить выписку в любом офисе МФЦ. Узнать статус также можно с использованием сервиса «Публичная кадастровая карта». До 1 марта у владельцев участков еще есть время официально их зарегистрировать. Расскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Давайте еще раз напомним, вы уже говорили про сайт. Да, это можно сделать несколькими способами, то есть обратиться в любой офис МФЦ. Можно также подать в электронном виде заявление через официальный сайт, но для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Либо можно направить документы по почте в адрес органа регистрации прав, но подпись заявлений должна быть нотариально удостоверена. Спасибо большое, Юля, что разъяснили. Все, спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо, до свидания. Уже завтра, 19 февраля, мы подведем итоги прошедших дней. Обо всех самых главных и интересных событиях узнаете в программе «Такая неделя». На «Мире Белогорье» в 20 часов, на УТР в 5 вечера. Для тех, кто предпочитает новости по утрам, повтор в воскресенье, 20 февраля в 7 и 9 часов. Не пропустите, будет интересно. На этом все. В студии работала Александра Третьякова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова